трансляцию вот и будем тогда начинать давно не проводил уже стримы поэтому уже подзабыл как это делается сейчас проверю что все работало напишите в чате пожалуйста слышно и видно меня или нет я конечно проверю сам но желательно чтобы тоже написали то кстати на твиче дизайн поменялся немного поэтому тоже я еще не совсем к нему привык напишите в чате пожалуйста слышно и все отлично сейчас пробую с веб-камерой все это сделать вроде более менее нормально получается и слышно видно с перерывами так 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 слышно с перерывами да давайте тогда твич закрою возможно твич тоже если я открыл отдельном окне то подвисает немножко из-за этого трансляция я конечно тоже как бы не совсем может быть вовремя и сделал потому что сейчас матч идет на первенство мира конечно многим не до этого но с другой стороны сегодня игры нет поэтому поэтому решил что можно и сделать как раз трансляцию тогда давайте в чате отправлю ссылку на сеанс да уже нормально но отлично тогда сейчас проверю то есть по идее должна быть камера отдельно сейчас одну секундочку тоже пока можете можете добавляться добавляться сюда в сеанс я тут тоже кое-что еще проверю качество связи прежде всего и как как это все видно то есть чтобы я не перегораживал доску короче говоря сейчас ахал тут у меня камера стоит внизу по идее доску будет нормально видно вот но когда начнется сеанс это же еще на родиль на проверюсь и конечно не забуду вот сегодня решил сделать сеанс давайте пока люди заходят надеюсь что люди там заходят то так вот пока люди заходят могу сказать что планирую собрать 10 человек если конечно столько будет если не будет но значит сколько придет столько и придет вот ну подожду думаю минут пять точно вот и будем начинать то есть я поставил контроль 10 минут вам и плюс 30 секунд на ход и себе тоже 10 плюс 30 и плюс 60 дополнительно у меня будет тоже минут ну и цвет белый вот пишите вопросы тоже в чат или на твиче или на лечес в принципе на лечес многие тоже зарегистрированы поэтому поэтому соответственно пишите там тоже то есть я так понимаю что время игры будет появляться чат на лечес и тоже там пишите свои вопросы то есть я так не разобрался как сделать отдельно 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 как сделать чат чтобы уставить так и не разобрался как банить людей сейчас попробую наверное как то как же это делается то так наверное да наложить бан наложить бан и тут то же самое буду пока все это делать ручную народе бы сделал ну кому не интересно да тоже не сказал если не интересно то пожалуйста просто не пишите такие комментарии то есть если хотите что-то плохое мне сказать пишите лучше в личку зачем писать это в общем чате не совсем понимаю пишите в личку если есть какие-то претензии то лучше отдельно их обсудим так буду банить по возможности людей чтобы не было такого так ну что уже 7 человек пришло если кто-то еще хочет тогда заходите тоже уже 8 человек вот ну и тогда будем начинать наверное то есть принципе я так и думал что не будет большого ажиотажа потому что я сделал очень не заранее скажем так анонс поэтому поэтому так и получается что вот сейчас только 8 человек хотя уже принципе прошло 6 минут сначала трансляции до бан неадекватов да я уже забанил двух человек виде научился даже пользоваться чатом хотя бы учусь по крайней мере вот ну что давайте тогда подожду наверное до восьми минут да то есть у меня сейчас 19 06 у меня киевское время то есть подожду еще пару минут если не будет желающих тогда тогда начнем но как раз один человек еще остался думаю что один человек может появиться то есть принципе как то так вот ну и начнется когда сеанс тоже может быть расскажу свое мнение про матч карсона и карякина я про него пока ничего не говорил на видео вот поэтому поэтому скажу наверное во время сеанса как раз ну так же допишите свои вопросы в чате то есть возможно будут возможно будущем да я сделаю трансляцию на ю тубе тоже пока не разбирался особо с этим на твиче уже хотя бы делал поэтому хоть примерно помню как это все происходит а на ю тубе там нужно еще отдельно разобраться поэтому поэтому как то так ну и тоже с чатом видите так так с чатом тоже я не делал его отдельным ссылку скидываю еще раз да вам тоже всем удачи то есть давайте чтобы у нас интересные шахматы желательно без оскорблений вот и тогда что как раз последнего участника и сейчас начнем так я хоть правильно создал вызовы или нет а я не помню сколько я сколько я выбирал что было возможно игроков выбрал я чтобы было десять ну хорошо давайте еще тогда подожду две минуты а все отлично значит наверное все правильно сделал то есть десять человек уже собралось ну тогда давайте начинать давайте начинать я выбрал себе белый цвет у вас тогда будет соответственно черный ну давайте тогда у вас всех партиях буду разыгрывать тоже разные дебюты чтобы было интересно ну понятно какие-то неадекватные типа там дебют гроба не буду уже играть разыграю какие-нибудь более-менее нормальные вот так ну давайте тоже по второму кругу d4 пусть будет тоже е4 c4 ну и давайте по второму кругу опять d4 е4 все-таки самые сильные ходы так я уже потерял счет в партиях хорошо кони в 3 тогда давайте здесь по идее уже во всех я сыграл до во всех партиях и сделал ход так 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 что это я хотел сделать да так вот давайте пока может быть не знаю есть вопросы нет вопроса тогда я сам расскажу пару слов про матч карсон карякин то есть почему его не транслирует а первое второе почему не освещаю ну и третье вообще кто у меня там допустим фаворит да и за кого я возможно болею то есть вообще матч карякина скажу сразу я болею за карсона особенно вот показательный мне кажется как раз первые четыре тура когда у карсона было по сути два голевых момента да то есть он мог выиграть и третьей партии четвертой партии у него были очень хорошие шансы на победу вот ну и что мне нравится в карсоне что он действительно старается играть на победу любим светом но карякин как тот играет очень сильно на ничью конечно это ну как сказать не то что не очень радует это такая стратеги но с другой стороны сидят 12 ничьих тогда непонятно как выигрывать то есть в стратегии карякина наверное такая что он хочет сделать очень много ничьих то есть дети 12 ничьих соответственно потом сделать ничьи когда будут быстрые шахматы мы потом наверное выиграть в армагеддоне если ему дадут черный цвет для черными ничего армагеддоне соответственно соответственно там уже выиграть, то есть возможно такая стратегия, но с другой стороны все-таки мне кажется, что если он будет столько партий подряд играть на ничью, то рано или поздно я думаю, что его дожмет конечно же Магнус Харсон и победит вот, ну и давайте тоже пока дебют в принципе ничего особо интересного здесь нет тоже еще чуть-чуть расскажу про этот матч, то есть почему его не транслируют, то есть очень много сейчас людей, то есть как минимум 3-4 человек, это тех, которых я знаю ведут трансляции прямые на ютубе, вы тоже можете это легко сделать, легко их найти, то есть просто во время матча вбиваете в поиски ютуба Карлсон Горякин трансляции, там найдете нескольких человек, ну допустим скажу, что Евгений Новиков делает трансляции, из тех, кого возможно можете знать ну и из тех, кого я в принципе смотрю периодически вот, и соответственно то есть сейчас большой выбор, плюс ко всему обзоры партии делают такие люди, как тот же Сергей Шипов как опять же таки Андрей Пунин, возможно вы знаете тоже, то есть в принципе немало людей сейчас обозревает этот матч, поэтому пока что я особо ему внимания не уделяю, то есть возможно еще расскажу в будущем про этот матч, может быть какие-то краткие итоги подведу, может быть какой-то обзор сделаю одной из партий но вот пока этот матч не трогаю вот, поэтому пока как-то так давайте посмотрю чат, может какие-то есть вопросы все против тебя да, все против меня да, как-то так ну, видеоблогеры ссорятся, да там, то что вы писали, ну есть такое дело все люди ссорятся, и плюс ко всему вы же тоже понимаете, что ссора это возможность привлечь к себе внимание дополнительное, поэтому наверное из-за этого во многом тоже люди ссорятся хотя, конечно, часто конфликты бывают просто на ровном месте, поэтому поэтому как-то так тут я смотрю, что у нас с пересновкой ходов получается примерно одно и то же в разных партиях давайте как-то, может быть буду уходить в разные варианты я сделал, кстати, большое добавление то есть целых 30 секунд я считаю, что это большой запас с одной стороны с другой стороны в таком случае меньше вероятность рубки флага и с моей стороны, и со стороны тех, кто играет тоже так, ну вот здесь черные сыграли G5 пора уже подумать то, что первые там ходы в многих партиях я делал на автомате ну, такой необычный дебют достаточно идея, наверное, сыграть G4 в некоторых вариантах то есть может быть не стоит сыграть H3 с другой стороны если H3 не играю допустим уже 4 конь D2 вроде бы ничего особо страшного ну, такой необычный дебют не знаю тоже как здесь играть в принципе пойду E3 наверное так да, ну здесь было у нас низкое начало но сейчас в итоге получается какая-то такая тоже непонятная немного позиция давайте сыграю E4 пока зафиксирую центр буду постепенно начинать все-таки думать так, ну здесь просто буду развиваться конь F3 думаю, ход нормальный это был принятый ферзевый гамбит так и D5 D5 не взять на E4 именно такой ход то есть идея в чем съесть наверное пешкой да так если я сыграю E5 пытаюсь эту пешку не отдать что там будет конь D7 что ли давайте E5 пока покажу просто допускать ход DE не хочется так D5 D5 сыграли черные наверное можно сыграть конь D2 где-то возможно в будущем D4 проводить то есть или астронийского начала так слон D7 ну просто рокировка слон D7 ну давайте тоже буду готовить рокировку D3 слон D2 рокировка такой примерный план H6 H6 сыграли черные ну давайте побью пусть структура немножко поменяется тоже то есть хочется чтобы действительно были разные разные структуры у нас во всех партиях нет конь C6 кстати я ход не угадал я думал что будет ход D7 так ну правда у меня есть ответ слон B5 с идеей связать коня наверное так я сыграю слон B5 и потом буду уходить в рокировку давайте такой ход проверю да слон E2 F2 F2 в принципе все довольно просто слон G7 тоже буду развиваться пока H6 давайте тоже буду просто готовить рокировку пока там дальше буду думать конь D7 конь D7 ну хорошо пусть будет рокировка у меня кстати есть идея не знаю вы ее поддержите или нет делать еще сеанс шахмата фишера я уже говорил что люблю такой вид шахмат то есть в принципе если вас это интересует то думаю что можно будет можно будет попробовать поиграть потому что здесь не будет теории все-таки и можно будет уже с первых ходов думать не только мне но и вам так A6 A6 и рокировка так слон D6 давайте тоже иду в рокировку пока первые ходы здесь наверное как-то особо нет смысла комментировать думаю что позиции у нас везде примерно равные то есть все-таки у меня белый цвет поэтому есть небольшое преимущество ну изначально естественно но с другой стороны понятно что в принципе получить большой перевес по дебюту довольно трудно так здесь есть ход E4 сразу можно пока этот ход не делать давайте сыграю пока C3 может быть в будущем E4 проведу здесь кстати я не разобрался как чат делать на ЛИЧС именно в сеансе тоже видите здесь чата нет поэтому вопросы как раз на ЛИЧС вы задать наверное не сможете крайне мере сейчас но если хотите если сильно хочется задать вопрос тогда в принципе можете пройти регистрацию на Твиче я буду смотреть чат время от времени и отвечать на вопросы если они будут возникать так что как-то так давайте кстати посмотрю есть ли вопросы детский мат ставили ну детский мат да мне ставили в свое время это было логично как раз таки в детстве когда я только начинал играть так что в принципе да детский мат я получал и запомнил его на всю жизнь после этого не получал но это было когда я там допустим играл только пару месяцев возможно мне никто не показал его да получил детский мат тогда было дело насчет других кстати видов шахмат да в crazy house атомные трехшаховые и так далее есть такой вариант единственное что атомные шахматы мне вообще не идут скажу честно то есть я их очень плохо понимаю то есть с ними большие проблемы а crazy house и трехшаховые в принципе интересно особенно crazy house это по типу шведок только как бы на одной доске получается да то есть вы выставляете фигуры которые съели здесь же в принципе это интересно то есть crazy house тоже мне нравится ну и трехшаховые тоже из них большой плюс что действительно они похожи на обычные шахматы но с другой стороны в чем минус таких вот шахмат что очень часто там можно отдать три шаха да с помощью не дать три шаха да с помощью жертвы допустим там ферзя ладьи и так далее то есть там материал не важен а важно именно поставить как раз эти три шаха то есть тоже своя специфика и с одной стороны это обычные шахматы с другой стороны цель немножечко странная ну кстати видите я здесь не зря поставил плюс 30 секунд потому что уже вот у меня прошло сколько там почти 10 минут да то есть в принципе сыграно там еще меньше 10 ходов как раз поэтому понятно что здесь многие в дебюте играют очень быстро я же пока тут во всем этом разбираюсь уже проходит довольно много времени так ну в этой позиции кстати у меня уже есть лишняя пешка пока ее черные отыграть не могут да поэтому иду в жакировку так д6 давайте слон b2 сыграю сейчас одну секунду еще раз я проверю на всякий случай трансляцию идет она или нет потому что если вдруг она не идет тогда тогда придется что-то делать вроде бы все нормально было но сейчас потрачу лучше несколько секунд чтобы убедиться в этом давно уже не делал трансляции и уже и вот забыл многое и на твиче тоже кое-что изменилось за это время так что как-то так вроде бы все нормально так что тогда идем дальше людей не очень много пришло ну видите я сам в каком-то плане виноват что создал анонс за 2 часа до начала буквально то есть там может 2 может 2,5 так бы возможно было не 12 человек а хотя бы хотя бы 13 вот ну а если серьезно то конечно нужно проводить трансляции почаще тогда будет просто больше людей поэтому люди будут ожидать уже трансляции и возможно будут трансляции турниров какие-то прямые эфиры то есть возможно будет больше сеансов с вами возможно еще какие-то будут варианты но опять же таки это уже посмотрим как там будет дальше то есть я просто решил что нужно все-таки это продолжить потому что смотрю что людям это интересно смотрю по другим блогерам что допустим те же трансляции матча Карсон Карякин смотрит там по 500 человек и более поэтому действительно это имеет смысл не знаю вот есть конечно мне как-нибудь идея сделать трансляцию Карсон Карякин все-таки но если ее и делать то тоже скажу сразу что делать я ее буду не сначала потому что высидеть 5-6 часов подряд довольно-таки трудно поэтому я конечно упрощу себе задачу если делать трансляцию по этому матчу то конечно же уже допустим после там хотя бы 2-3 часов игры вот и в принципе такое можно будет упробовать но об этом я заранее скажу в анонсе если решу все-таки взять этот матч и покажу как они в очередной раз сыграют ничью конечно вот ну хотя возможно не сыграют посмотрим посмотрим как там они будут играть так тем временем у нас уже постепенно у всех партиях начинается метельшпиль середина игры в этой партии у нас наверное самая необычная позиция я вообще не знаю что здесь нужно делать вот и буду думать так нож 5 ну неужели там идея у черных просто двигать пешки ну то есть я понимаю там была еще идея чтоб слон G4 не было хода да слон G4 я не знаю играл бы или нет тоже E4 хочется пойти там слон D4 черные сыграют и съедят просто пешку E4 можно как-то подготовить можно сыграть D5 например D5 правда черный C5 закроет тогда D5 наверное не так сильно давайте сыграю тогда слон D3 ну просто нападу на коня там конь защищен ну в принципе идея есть его она есть так так B6 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 так ну давайте L9C1 сыграю в принципе я стараюсь пока не тратить очень много времени на каждую партию потому что вроде бы еще таких очень острых событий нету и в принципе всех партиях у нас такая спокойная борьба достаточно B3 сыграл с идеей понятно слон B2 пойти так конь D7 ну давайте сыграю пока D3 укреплю пешку D4 дальше уже буду думать слон C6 слон C6 взятие на E4 пока не грозит где-то в будущем возможно будет грозить есть ход ладья D1 с идеей это противостояние использовать в падении D с другой стороны фельзь уйдет куда-нибудь противостояния особо не будет давайте скорее лучше ладья E1 укреплю пока пешку слон D7 угрожает конь E5 уже в некоторых вариантах кстати прямо сразу конь E5 уже грозит ход можно просто сыграть слон C6 конечно остаться с лишней пешкой наверное так и сделаю слон C6 и пешка на E5 не теряется пока компенсация какая-то у черных будет за счет двух слонов даст он B70 в принципе тоже все логично потом сыграю A3 или потом уже сыграл A3 чтобы где-то слона 2 при случае пойти так слон на E7 давайте сделаю рокировку просто то есть сейчас мы с вами играем я потом планирую это видео конечно же выложить на YouTube то есть чтобы люди посмотрели и возможно если действительно людям будет интересно и они допустим в комментариях напишут что хотели бы в будущем сыграть тогда проведу сеансы еще тоже в будущем то есть в будущем не через полгода конечно как было в прошлый раз а ну там через пару недель возможно то есть как там будет время и чтобы опять же таки не пересекалась тоже сильно с матчем Карстен Карякин потому что сейчас понятно что весь шахматный мир смотрит за этим матчем и как бы мой сеанс сейчас мало кому интересен когда есть этот матч вот ну кстати пишите тоже в комментариях на YouTube или допустим даже здесь если хотите что вы думаете по этому матчу по матчу Карстен Карякин за кого болеете как он вообще допустим качество игры этих шахматистов то есть сейчас конечно понятно что все смотрят трансляции с движка и мы видим что соперники ошибаются с одной стороны с другой стороны многие ошибки достаточно неочевидны то есть без компьютера разобраться почти невозможно вот особенно мне вспоминается третья партия их то есть когда Карстен там сыграл как-то там ладеба 7 или типа того не помню то есть погнался за пешкой в короче говоря вместо того чтобы поставить шах и компьютер там сразу пишет что это ошибка и после этого получилась ничья у них кстати довольно быстрая вот ну естественно что разобраться в этом без компьютера довольно трудно то есть я скажу честно что не разобрался ну не только я думаю что очень многие не разобрались то есть понятно что легко судить тоже человека когда смотришь на его игру с помощью движка и все ходы сразу же видно какие сильные какие слабые как-то так так ну здесь коня 5 я думал сыграть слон на 2 конечно вначале но теперь смотрю что я сидя слон f3 у черных наверное не буду допускать двоение пешек сыграю слон на е2 кстати уже увидел что слон е2 ошибка да хорошо я сыграл там ну ладно уже ошибся что сделаешь сам виноват да вот я сейчас говорил про кажется на карякина и сам двинул в один ход только что ну ладно бывает ничего страшного хорошо идем дальше в той партии чувствую уже наклевывается поражение ну ладно посмотрим посмотрим как там будет комментариев пока нету но отлично тогда на комментарии не отвлекаемся и лучше сконцентрируемся на партии особенно я это сделаю потому что не хочется зевать еще раз так конь d7 конь d7 сыграли черные пойду наверное h3 идея такая чтобы нигде не было хода конь на g4 в черных конь h5 так тоже надо подумать в принципе в таких позициях есть всегда идея конь e5 справедливо работает она линия то есть конь e5 если любое взятие тогда слон h5 если не бить тогда тогда вроде бы пешка просто лишняя тогда давайте конь e5 все-таки сыграю так конь e5 на dh6 dh6 с идеей защитить коня видимо да как-то черные очень экстравагантно разыгрывают дебют то есть такая вот игра достаточно не шаблонная не знаю чего на пользу но теперь уже черные точно без рокировки короткая по крайней мере другое дело как это все использовать пока я не вижу если честно то есть хочется как-то вскрыть позицию но опять же e4 будет слон d4 просто то есть e4 пока не работает вот d5 мне тоже не особо нравится то что сэппинг будет как минимум давайте наверное сыграю конь e2 буду куда-нибудь вести коня в район поле g3 для присвучения f4 где-то идея e4 появится да вот здесь то что я верил что я просто увлекся своими идеями вместо того чтобы сыграть слона 2 и уже допустить это сдвоение пешек на f3 там ничего особо страшного не было просто земнул качество ну ладно хорошо земнул и земнул что же делать конечно так ошибаться нельзя то есть это просто детская ошибка то есть я спрашивали про детский мат ну вот это из той же серии практически только детский мат обычно получают как раз дети а тут я тоже попался на такую ловушку даже не то что ловушку я просто ошибся хорошо тогда идем дальше f7 сыграли черные так что угрожает пока ничего давайте сделаю форточку потому что где-то на слон d6 можно было уйти конем пешка на 2 была освещена но опять же таки форточка появится так h5 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 не знаю в чем идея этого хода давайте как-то сыграю типа fc2 и потом буду ладить по центру ставить дальше буду думать да ну здесь без комментариев пока просто зевнул ну бывает так h4 все-таки черные пошли на пролом крайней мере сейчас это делают ну если h3 не h4 да h4 сказал h4 сыграли черные но h3 если они сыграют в будущем то допустим g3 если g3 они пойдут там может даже можно съесть много раз вроде ничего страшного пока нет другое дело что опять же так я хотел сократить е4 но е4 мне не очень нравится там кони в 4 будет у черных ход а хотя стоп кони в 4 что то я здесь начинаю уже все зевать у них 4 хода у черных не будет поэтому е4 все-таки сыграю надо как-то собраться а то я сейчас буду опять зевать и это будет не очень хорошо тут пока просто разменялись там защиты мне хватает так и c6 c6 так что делать дальше кстати если вы помните кажется награл как раз в первой партии слон g5 и слон f6 там правда крякин бил жеев была такая необычная структура здесь структура более стандартная то есть у черных на два слона но у белых в принципе чуть лучше позиция именно пешечная вот ну как-то это можно использовать или нет сложно сказать пока не могу сказать ну давайте сыграю ферзь b3 так же 6 просто ушел c4 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 мне ход не нравился то есть не в том плане что он плохой в том плане что для меня он как раз не очень приятен потому что у меня здесь слон туповатый остается на b2 то есть пешки стоят в центре все на черных полях да и слон чернопольный тоже поэтому как-то это не очень здорово но надо как-то его здесь вытащить получается то здесь идея 4 где-то потом возможно слон а3 если а4 съел 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 так себе конечно позиция но а4 все-таки сыграю так а6 допустим ушел пока у нас получается конечно закрыт зая пока позиции ничего особо веселого здесь нету в них то есть хотел как-то сыграть может быть поинтереснее да стиле радостных шахмат но пока получаются такие больше какие-то позиционные шахматы что ли даже не знаю как правильно назвать пока мало радости в этих шахматах ну что же делаешь в принципе учитывая матч Карлсен Коряки у нас еще шахматы не самые скучные то есть мы не играем по 150 ходов ничейные почти что эндшепили хотя с другой стороны опять же таки понятно что Карлсен то играет эндшепили ничейные а эндшепили с небольшим перевесом пытается его выиграть тоже но опять же я возвращаюсь к этому матчу потому что действительно этот матч очень важен и безусловно что у нас может появиться новый чемпион это первое второе сам по себе понятно что чемпионский матч не может быть неинтересным так что именно поэтому понятно что этот матч приковывает к себе много внимания так кладец с 8 сыграли черные да ну и вот здесь возникает вопрос что делать дальше как обычно есть ход е4 е5 вернее да тогда просто конь d5 например или даже конь на е8 и там пешка в некоторых вариантах будет подвисать могу ли я сыграть конь f1 на е4 в принципе бить черные могут но вроде бы это мало что дает правда после конь f1 следующего хода не вижу если честно то есть что делать дальше пока не будет как бы понятно ну давайте сыграем может быть конь c4 садей на d6 влезть возможно ну в общем не знаю пока так пойду сложная позиция не могу сразу определиться в ней тут главное стараюсь ничего не зигнуть все-таки поэтому может быть я тоже такие спокойные позиции разыграл чтобы ничего не зигнуть я уже качество конечно отдал в одной из партий но хочется не отдать материал дальше так так g5 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 это уже пошло веселье у нас в этой партии есть у меня идея сыграть конь e4 да и после dc слон g5 ферзь ферзь уходит слон d8 съели там веселье вообще непонятно в чью пользу правда если честно веселье может закончиться достаточно печально для меня еще раз допустим конь e4 dc слон g5 ферзь куда-нибудь ушел так а дальше кстати я же не обязан бить сразу и могу потом уйти конем хотя я могу сыграть слон d8 не знаю это вызывает большие вопросы подвисает у меня коня всех вариантах на f3 это меня не очень радует то есть конь e4 dc слон g5 ферзь e6 допустим слон d8 ef ушел слоном fg как-то сгущаются тучи над королем это не есть хорошо есть идея конь e4 dc g5 но там линия g скрывается тоже есть свои минусы определенные может пока просто конь d2 сыграть идея заставить его поменяться правда он конечно не обязан меняться но может как-то смогу коня этого вытеснить давайте все-таки конь d2 сыграю то что скрывать так вот позицию резко не хочется это скорее всего будет в пользу в пользу черных черных так конь на d7 конь d7 хорошо конь d7 ферзь d7 допустим конь d7 бить нужно я думаю все-таки потом уже дальше буду думать но конь у меня провисает не буду уходить конем назад и тратить темп f4 тоже потеря темпа так вот здесь fb6 fb6 я могу сыграть в принципе c5 с идеей поменять ферзей попытаться здесь что-нибудь придумать давайте ради интереса все-таки поиграем эншпель просто вспомнили Карсона и Крякина то имеет смысл поиграть эншпель поскольку они играют эншпель в каждой партии просто был размена с оба там тоже пока без комментариев владеция 8 с идеей укрепить пешку видимо на c7 то есть профилактика но где-то кстати черные хотят сыграть c5 сами еще вот еще какая у них есть идея c5 это неприятно будет потому что у меня ферзь там стоит под связкой я сыграю ладья хотя ладья d1 это тоже потеря темп ладья d1 d1 неприятно но плюс ко всему да я же здесь без качества то есть тут-то я уже стою на проигрыш тут я уже стою на проигрыш так что делать надо подумать как обычно начинаю думать когда уже поздно когда уже отдал качество в один ход но тем не менее как c5 защищаться сыграю пока ферзь на a4 чтобы хотя бы не было связки по енице да ферзь d7 здесь тут кстати все катится к нищей давайте поменяюсь пока на c4 а потом если bc возможно 100 на 3 сыграю но подумаю еще тут заранее не хочу не хочу все это сильно как-то далеко продумывать потому что у других еще партий тоже много да и вот здесь конь f6 конь f6 сыграл соперник так конь f6 значит здесь e5 есть идея e5 dc 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 например fd3 ef допустим ef чью это пользу непонятно давайте сыграть fc2 чтобы стон был защищен и чтобы не было в вариантах там fd3 а так конь e5 конь e5 сыграно но особой бронет нужно бить и меняться на e5 и на g2 в любом порядке так e5 кстати здесь у меня как-то много времени прошло при том что позиция абсолютно равная да по виду а как-то время время-то идет как говорится да так 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 значит что здесь делать надо выпить воды пока взял воду подготовился надо было взять не воду а что-нибудь другое тогда бы партия пошла лучше но я про сок конечно же говорю так да вот так вот пассивно разыграл дебют вообще не вижу плана то есть плюс конечно игры белых что можно так спокойно играть и в принципе за первые ходы не переживать то есть хуже не получишь но лучше уж точно я тоже не получил просто абсолютно не вижу ни одной идеи можно как-то еще конечно обострить позицию сыграть конь d5 с идеей после размена как-то ед там может быть c4 черные конечно не обязаны меняться но давайте конь d5 сыграю то есть хоть какой-то активный ход сделаю первый ход активный за партию сделаю ферзь g5 тем временем в следующей партии ферзь g5 вроде бы есть ход f4 да наверное f4 здесь просто выигрывается фигура тут и мне уже тоже зевают да в этой партии bc вот какие думал bc и слон a3 и слон a3 сейчас давайте посчитаю то есть слон a3 если ферзь a4 слон e7 без фигуры если размен на a3 то ладья у меня стоит там туповато но по крайней мере от слона я плохого уже избавился то есть слона a3 и ладья a3 ну да там конечно вертикаль b будет у черных ну ладно буду бороться за ничью хорошо идем дальше значит ферзь c7 в этой партии сыграно не пускает мне пока на d6 если я сыграю слон f4 правда слон f4 e5 если просто съем много раз у меня нападений вроде бы больше да у меня 3 нападения там без защиты поля e5 если ферзь уходит тогда допустим конь d6 у меня ход появится слон f4 все таки сделаю ход слон g2 король g2 тут не буду думать хотя конь f7 там был ход ну ладно я уже сказал же что не буду думать и потом сделал ход как обычно да сначала я сказал что не буду думать потом действительно не подумал и сделал плохой ход ну вернее как плохой возможно он не плохой но по крайней мере не обязательный так уж точно а тут давайте еще раз нападу на лошадку посмотрим как там черные будут реагировать c5 тем временем все таки сыграно в этой партии где я без качества сижу то есть в этой партии где я стою на поражение объективно говоря есть у меня ход f7 то есть я почему еще играл f4 чтобы f7 при случае сыграть но f7 давайте проверять ладьи а8 ферзь b7 если ферзь c7 ну даже ферзь a4 будет у меня ответ ферзь по идее не ловится то есть если ферзь a7 и cd там можно вроде бы просто съесть конем например да а если ферзь a7 слон f3 допустим слон f3 тоже вроде ферзь не ловится но давайте хоть пешку может быть отъемом если это неправильно тогда быстро проиграем что еще здесь так ладей 5 давайте еще раз гляну чат если можно какие то есть вопросы имя карсона слово карлсон ну карлсон это же фамилия у него только не о а е то есть карл сэн а не карлсон да от какого слова имя карлсон ну наверное просто фамилия такая ну почему за карлсона ну не только потому что да карякин переехал в россию ну понятно что я как человек который живет в украине это не совсем поддерживаю ну в принципе карякин переехал в россию еще когда там лет 6 или 7 назад то есть это было довольно давно по-моему это был 9 год или там что-то в таком духе в 2009 конечно я имею ввиду то есть ну понятно что это не поддерживаю но как бы это было тогда когда еще не было такой волны агрессии между россией и украиной хотя опять же эту волну тоже не поддерживаю потому что считаю что она абсолютно неадекватная и просто люди которые раньше были в хороших отношениях сейчас на ровном месте начинают ссориться вот но болею еще за карлсон не только потому что карякин там уехал куда-то не уехал а просто потому что карсон играет во-первых сильнее во-вторых он играет каждую партию на победу то есть он даже черными вот вчера стремился к победе и почти ее сделал а карякин как-то играет очень уж сухо то есть он такое чувство что пытается просто отсушить и ну не проиграть то есть я не вижу в его действиях желания выиграть то есть понятно что наверное у него такая стратегия есть он хорошо защищается и он хочет просто как минимум не проигрывать то есть в принципе понятно что если ты не проигрываешь то это уже очень даже неплохо и матч короткий 12 партий всего лишь максимум поэтому поражение здесь очень нежелательное но тем не менее как бы хочется игры на победу тоже особенно за белых пока я вижу только супер надежную игру которая дает результат определенный но тем не менее это не чемпионская игра на мой взгляд просто то есть как-то так думаю что Карсон дожмет рано или поздно Крякин если все так будет и дальше длится то есть не может постоянно Крякин спасать такие вот тяжелые позиции хорошо здесь тем временем давайте я подумаю позиция довольно сложная кстати получилась то есть вот эти все маневры черных они скажем так нестандартные но имеют смысл определенный то есть такое вот наступление как Блиц Крик на Королевском фланге пока особо угроз нету но как бы не видно что я здесь хочу то есть КНФ4 видимо черные как-то хотят залезть это тоже мало что дает может быть сразу тем не менее идея такая есть давайте еще одну фигуру подтяну пока тоже ладью подведу а дальше буду может быть какие-то более конкретные решения принимать да СНС-70 сыграли черные тогда сыграю Б4 с идеей возможно Б5 в будущем пойти и попытаться атаковать на ферзевом фланге да Ладья Б8 то есть тут в этой партии сразу сказал что придется не сладко потому что у черных вертикаль но тем не менее кстати тут видимо неточность тоже была определенная из-за черных мне кажется если не было на А3 поменяться чтобы у меня не было хода Ладья Б1 в будущем то есть я могу на Е7 поменять фигуры и потом Ладья Б1 сыграть допустим Ладья Ф на Б1 по крайней мере вертикаль захватить хорошо тогда идем дальше слон Ф4 я сыграл Ферзь Д8 походили черные есть ход Конь Д6 тогда наверное Ладья А8 черные пойдут то есть ход мало что дает может быть тогда опять же подведу Ладью пока не же к центру но если Б5 тогда уже Конь Д6 придется сыграть так Ладья А4 Ладья А4 это вообще не зевок случайно Ладья А4 если слон Ф6 и потом на Е4 съесть это похоже на зевок тоже ну то есть какой вариант слон Ф6 допустим слон Ф6 Ферзь Е4 слон А1 Ладья А1 но лишний Конь остается ну по виду слон Ф6 выигрывает тоже здесь уже мне земнули да Ферзь Е7 вот здесь Ладья Б1 нужно проверять насколько ход хороший то есть Ладья Б1 допустим что меня смущает это размен на Б1 и Ферзь Е3 такой вот ударчик может быть неприятно кстати действительно он неприятный на самом деле потому что обе пешки будут подвисать и защиты я так сходу не вижу еще раз Ладья Б1 Ладья Б1 Ладья Б1 Ферзь Е3 допустим Ферзь Б2 Ферзь Е4 Ладья А1 Ферзь Е6 Ферзь Е3 Ладья А8 ну и как-то это все неприятно как я говоря есть идея сыграть конечно Ферзь Е2 а хотя стоп 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 что-то я опять здесь похоже ничего не вижу еще раз Ладья Б1 Ладья Б1 Ферзь Е3 Ферзь Е2 в том варианте у меня будет я защитил обе пешки еще и вертикали меня после такого размена нет все-таки Ладья Б1 можно сыграть я опять хочу спешить а зачем спешить если нужно хоть чуть-чуть подумать я уже поспешил в одной партии как раз вот в этой партии да я поспешил и остался просто без качества Ладья Ц7 тем временем черные сыграли ну идея понятная слон Ф3 угрожает например ну либо какой-то другой отскок слона но слон Ф3 прежде всего могу сыграть наверное просто Ферзь Б6 кстати это есть еще одну пешку есть еще идея Конь Б5 но Конь Б5 скорее всего ход малоэффективный то есть Конь Б5 Ладья там куда-нибудь уходит даже вплоть до Ладья Е7 и что делает Конь на Е5 это еще большой вопрос то есть возможно все-таки Ферзь Б6 самый сильный ход этой позиции то есть Ферзь Б6 допустим слон Ф3 слон Ф3 ЦД ЕД ну если будет две пешки за качество это уже компенсация определенная поэтому Ферзь Б6 сыграют сколько Ладья с ЦД совсем хотел сказать не боюсь на самом деле там ну ладно да там есть один вариант неприятный но я уже сам понял как там сыграю хорошо ладно не важно вернемся как говорится к этому потом потом скажу если не забуду что там мне не нравится той позиции но здесь опять сыграю то есть опять и была идея Ф5 да Ф5 играют черные укрепляют пока коня могу ли я сыграть ЕФ ЕФ если Ферзь Ф6 то просто два раза съесть на Е4 наверное так и сыграю но если Конь Ф6 то как минимум размин Ферзей будет да и Конь Д4 как-то здесь тоже немножко скучновато получается в стиле Карсона и Корякина но меняться думаю нужно и потом Ферзь Е7 буду залазить да Конь Ф6 сыграно ну без Ферзей уже здесь не так все будет страшно наверное поэтому поменялись так Ф5 но Ф5 с идеей Ф4 видимо давайте пока промежутки съем а дальше дальше буду думать Конь Д5 вот смотрите что я здесь боялся давайте покажу в этой позиции ход СД и если допустим ЕД там на ДЦ3 есть удар очень неприятный то есть после СД пришлось бы мне играть Ферзь Д4 но Ферзь Д4 в принципе не так уже плохо а после хода а после хода Конь Д5 тоже наверное могу просто съесть да и этого хода ЛДЦ1 нет там пешка Ц5 мешает Конь Д5 слон Д5 допустим или там Ферзь Д5 не важно нет ну Ферзь Д5 правда как Ферзь Д5 Ферзь Д5 там без лади то есть допустим слон Д5 либо ДД и вроде бы ничего страшного нет давайте Конь Д5 сыграю так Б5 здесь все таки сыграно да ну и здесь Конь Д6 есть конечно ход есть ход Конь Е5 среди использовать связку есть что еще Конь Е3 но Конь Е3 там на Е4 еще будет провисать Конь Е3 точно плохо а если Конь Е5 там где-то ход Конь Е4 есть или слон Е4 давайте посчитаем Конь Е5 допустим слон Е4 ладья Е4 Конь Е4 Ферзь Д4 это плохо а если Конь Е5 Конь Е4 ладья Е4 то же самое примерно значит Конь Е5 могу сыграть ведь на Е4 по виду черным плохо так здесь с Ферзь Е7 попытаюсь хоть что-то получить в этой позиции например открытую вертикаль да здесь размен Ферзей произошел давайте наверное ладья Е1 сыграю да ладья Е1 допустим он типа ладья Е8 или слон Д6 Д6 дальше как-то коня буду с Д2 убирать пытаться закончить развитие тоже буду так да ну здесь С6 съел черный естественно тоже съели Ф4 ход все-таки угрожает в этой позиции он достаточно сильный за черных кстати возможно разменом я тоже поспешил хотя есть ход слон Д3 слон Д3 все-таки темповой ход поэтому сделаю его Ферзь А5 тем временем сыграно надо подумать Ферзь А5 если Конь С6 ладья С6 Конь Е5 Конь Е5 слон Е5 Ну давайте так сыграю получу хотя бы двух слонов то есть хоть что-то дальше буду думать давайте тоже сейчас открою чат может быть там есть какие-то вопросы нет вопросов нет но тогда отлично тогда не отвлекаемся опять же таки давайте с вами не будем отвлекаться и просто поиграем дальше Ферзь А7 сыграли черные да но кстати я не сказал если я правильно понимаю то мой соперник это Виталий насколько я помню из Питера с ним даже раньше занимались какое-то время вот насколько я помню он еще увлекается какими-то боговыми искусствами честно говоря не помню какими конкретно но помню что уже давно занимается каким-то из видов единоборств то есть не помню что конкретно вообще кстати в каком-то плане те же единоборства они что-то общее имеют с шахматами тоже потому что и там и там в любом случае нужно думать то есть если вы просто очень сильный но при этом скажем так не включаете голову то понятно что вы в борьбе тоже мало что добьетесь то есть естественно что в любом виде спорта нужно думать то есть хоть это шахматы хоть это футбол баскетбол бокс не важно понятно что должна быть тоже какая-то тактика и нужно ее придерживаться давайте пока так сыграю нападу на пешку в 4 вроде бы не страшно так слон d6 тем временем ну в этой партии кстати компенсация этого черных достаточно приличная смотрю то есть даже без ферзей тут есть сложность единственное что мне радует что слон c6 пока не играет другое дело что конец и 3 тоже пока не играет то есть примерно то же самое получается но что могу сейчас делать сыграть конь f3 с идеей где-то конь e5 или конь g5 и плюс открыть слона давайте наверное так и пойду и буду все-таки постепенно ускоряться мы уже час с вами примерно играем кстати поэтому уже вот так довольно быстро проведено время ну хотя не знаю кому как кому быстро кому не быстро но для меня довольно быстро потому что много партий если бы нет времени как-то подумать посчитать варианты одной партии уже без качества остался например из-за этого то есть просто невнимательность ну хорошо пока конь e5 давайте сыграем в этой позиции то есть жду размина на e5 да вот как раз та партия где без качества черные съели в основном так и у меня есть кстати ход ладья c5 но ход такой знаете ладья c5 ход достаточно ну откровенный то есть я там где-то рискую нарваться на контрудар допустим ладья c5 съедаю черные ладья c5 я съедаю ферзем вроде бы ничего страшного нет здесь просто меня смущает отсутствие форточки ну вроде как ничего особо плохого нет если после ладья c5 например ладья b7 тогда допустим разминать ферзей тоже конечно да там есть свои свои сложности с другой стороны я съедаю еще одну пешку все-таки пешки на дороге не валяются есть конечно еще другой ход на самом деле может быть более сильный ход dc dc если ладья c5 просто ферзь c5 а так у меня уже три пешки и конь за ладью так еще раз dc допустим слон f3 слон f3 там первый ряд поле d1 особенно я держу если dc ладья b7 ладья b7 да неприятно правда будет тогда правда размин ферзей есть и может быть типа b4 хода но отсутствие форточки конечно все равно не радует ну хорошо давайте dc сыграю все-таки вроде бы dc не проигрывает поэтому как-то так да ну тут в принципе без комментариев да и g4 g4 сыграно так хорошо теперь надо подумать ну а g играть совсем как-то не хочется там боюсь меня будут бить причем может даже ногами есть ход конь e5 или ход конь g5 тоже есть то есть конь g5 жаж черные играют допустим жаж я тоже сыграл задержи 8 король куда-нибудь ушел ну такая позиция так себе если конь e5 что-то это меняет или нет жаж все равно черные видимо пойдут а может быть сыграть hg все-таки hg hg допустим конь e5 потом на ладья e8 слоны f4 защит там должно хватать по вертикали h будут ли у меня проблемы кстати возможно что будут rg конечно так скрываться тоже не хочется все-таки rg rg конь e5 там черные могут просто сдваиваться и как бы можно там очень быстро проиграть так если конь e5 сразу жаж жаж задержу 8 король h1 или король f1 не могу выбрать между конь e5 еще и конь g5 тоже все-таки конь e5 по центру давайте так сыграю сложная позиция ладно пусть будет так да вот зато в этой позиции мне нравится думать не нужно сыграл сон e5 дальше пусть думает черная закон 8 кстати видел такой ход ход на самом деле хоть и назад но достаточно неплохой потому что темповой то есть черные укрепили пешку плюс напали на ладью сыграю пока как нибудь типа такого идея такая что хочу потом ладью вторую на a1 поставить и напасть на пешку да здесь конь e5 не конь e5 это я сам хочу сыграть а f4 сыграли черные а e5 есть идея у меня сыграть e5 dc нет это мне не нравится если честно может быть g3 пойти давайте g3 сыграли d3 у меня защищено в случае размена сквозь линей h но там пока у черных особо нет фигур в атаке поэтому это не особо опасно здесь ладья e1 захвачу вертикаль еще одну ладьей вертикаль единственная открытая да и конь на e8 черные походили так ну что меняться видимо нужно да дальше буду думать все таки слон подвисает так а здесь слон h7 ну что есть ход ладья a1 и как там черный будет пешку держать я не знаю ладья a1 допустим если f4 можно съесть на h7 потом съесть на f4 потом съесть на a7 если это мат не получаю то будет все отлично вроде бы мат не получаю так так или получаю нет не получаю мат значит тогда a1 да ладья e8 вообще по-другому черный сыграй они слили на h3 но в принципе взять я здесь никуда не убежит могу сыграть правда слон на f4 либо слон на g5 слон g5 как-то мне меньше нравится хотя g5 кунь e4 просто есть ответ у черных давайте нерву крипту пока коня стон f4 сыграю так ладья b1 чем же бить взять афильзом мне меньше все-таки нравится там ладья b8 будет с темпом поэтому съем ладьей конь e2 ну тут тоже съем ладьей так конь g7 черные сыграли теперь за 2 там где-то у нее есть идея у меня есть идея e5 но e5 не знаю сколько хороший ход то есть e5 в принципе у этого хода есть и плюс и минус с одной стороны напавлен ладью открыл слона с другой стороны здесь слон стреляет в пустоту и конь f5 у него выйдет правда если не сыграть e5 черные сами могут пойти e5 и возникнет вопрос как мне слона своего активизировать не знаю играть e5 или нет давайте сыграю и попью немного воды так опять ну есть идея b4 да просто проломиться на взятие на b4 ладья a8 если a4 то просто съем a4 ну по виду b4 ход неплохой да и ладья b8 то что мне не очень нравилось потому как здесь не совсем понятно что делать дальше так надо подумать то есть что хотят черные но бить на b1 если они хотят это мало опасно это вертикаль будет у меня после этого ладья b4 если я сыграю черные поменяются и как-то пешка c4 меня смущает очень сильно в той позиции потому что защищенная проходная есть идея ладья b2 просто сыграть и на допустим какой-нибудь ход типа там же 6 или 6 форточки ферзь b1 захватить линию а если ладья b7 тогда ферзь b1 давайте ладья b2 наверное пойду здесь кстати вариантах может сказаться то что у черных не хватает форточки может не сказаться так что у нас здесь пустая доска да ладья c6 ладья c6 ну хорошо поменяю ферзей потом подумаю все равно здесь ничего у нее я не вижу пока ладья c8 черные ушли из-под боя да и наверно а3 здесь имеет смысл там правда ход b4 да есть у черных а3 b4 а bcb как-то давление по ленице здесь достаточно неприятное может быть с другой стороны если не играть а3 то там пешка повисает ну да здесь тоже есть свои сложности давайте может быть сыграю а3 если черные пойдут b4 возможно а4 сыграю так здесь коня 6 сыграно что могу сразу съесть на а5 могу вначале поменяться потом съесть на а5 но тут конь правда на b4 сейчас выскочит да то есть если я съел на а5 пешкой конь b4 а3 съел на d3 потом f4 еще будет идея потом будет идея взять на а5 у него нет наверное все таки бить нужно а потом съем на а5 что размена так аж теперь уже в этой позиции последовало времени кстати видите все таки я не так и много взял уже полчаса у меня осталось даже меньше так что надо ускоряться потихонечку но пока пока просто съел по крайней мере я рад что поставил себе 30 секунд добавки то есть ну и себе и вам тоже естественно но прежде по себе потому что у вас все таки будет больше возможности подумать пока играются параллельно другие партии даже время называется идет безостановочно так ладья 6 и кстати еще знаете какой ход какой-нибудь типа конь б3 да с идеей съесть на а5 допустим лошадью вот возникает вопрос что это дает да на самом деле особо ничего это не дает хотя хотя знаете в принципе идея так стоп там же будет еще где-то ход а4 съел съел ну хорошо лишняя пешка там не останется дальше буду думать да b4 сыгран b4 мне ход не нравился конечно изначально но пока давайте так сыграю ну и на bc съем тоже пешкой ферзь а5 тем временем сыграно в этой наверное самой нестандартной партии которая у нас сейчас играется хочу сыграть наверное e5 да черные здесь видимо думают про длинную рокировку но тут еще нужно им успеть это сделать хотя не исключено что такие успеют да можно сыграть пока слон c3 напасть на ферзя там правда нет там ферзь g5 он сыграет или ферзь g5 не опасно слон c3 ферзь g5 e5 съел съел да 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 а давайте все-таки слон c3 пойду там вроде ничего не зеваю да а может зеваю да черный сделали форточку тогда хоть что-то получу открытую вертикаль другое дело что возможно вообще ничего не дает так ладья d8 пытаюсь понять что происходит ладья d8 это был размин ферзей у нас так какой-нибудь d4 есть идея перекрыть линию плюс напал пока на ладью где-то там все-таки форточки не хватает нужно ее сделать здесь пока шаг черный поставили куда уходить королем опять возникает вопрос король h2 как-то вообще не хочется там вот эту связку установиться по диагонали король f1 в принципе есть идея король h1 тоже конечно есть идея так вот что же лучше король h1 как-то под слона король f1 под ладью на f8 да черные давят безусловно в этой позиции но все-таки король h1 наверное тут как-то нужно пытаться спрятаться от черных фигур давайте глянем может там есть какие-то вопросы да давайте поотвечаю пока быстренько какой любимый дебют ну за белых наверное гамбит мора за черных это вариант дракона в сицилианке а я перепутал виталия да не того виталия ну ладно окей не важно значит значит бывает такое ладно ничего страшного во сколько лет начал играть в шахмат еще был вопрос в 7 лет в 7 лет начал играть так здесь же вроде бы черный не мат не ставит да поэтому е5 сыграю пытаюсь поставить мат первым владея 8 владея 8 вернее черные сыграли и теперь что они хотят ну кстати что хотят черные это и хороший вопрос но прежде всего что хочу я в этой позиции потому что все-таки я думал здесь как-то создать инициативу попытаться хоть какую-нибудь но ничего не вижу так так у черных кстати что хотят основных пусим они хотят сыграть еще как вариант и ладью вытеснить просто да вот ладью мне ставят красиво но возникают вопросы и что дальше допустим если действует на 5 тогда черные пойдут в 6 и все да так и что делать здесь интересно кстати с кем я играю пока может отвлекусь а тут непонятно ну хорошо так вообще что я здесь хочу я не понимаю в принципе в чем моя идея здесь хоть одна допустим слона 5 b6 но я бы надел ход b6 а толку да толку мало если сыграть c3 попытаться все это дело вскрыть допустим dc слон c3 слон c3 bc и что да возникает тоже вопрос что дальше хорошо ладно давайте попробуем тоже сложная позиция здесь достаточно то есть лади стоит активно но не совсем понятно что здесь хочу так 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 ну черные напали на пешку a4 отдавать ее конечно тут нежелательно можно поставить наверное вечный шаг ферзь b8 дальше ферзь e5 там правда не факт что будет вечный шаг еще на самом деле потому как у черных есть ход f6 еще черных знаете какая есть идея сыграть я считаю ход ферзи 3 после ферзи 3 сыграть f6 потом f3 ну и после размена ферзей например если ферзи меняю просто пешка b проходит ферзи довольно неприятно если я пешку отдаю пешку отдавать тоже не хочется правда плохой вариант потому что точно черный стоит на победу значит хорошо ферзь здесь все-таки ферзь b8 уже попытаться скачить на ничью ферзь b8 король g7 ферзь e5 f6 ферзь e6 fc3 ферзь e7 король h6 ферзи f6 ну вроде там по виду вечная шахта будет тут уже видимо пора соскакивать плюс у меня времени так много как-то сеанса то есть пора ускориться h4 так тем временем надо переключиться h4 черные сыграли здесь я могу немножко упростить позицию сыграть c6 если bc то менять еще и слонов а потом допустим ладья e3 и вторая на e1 если на конь 6 он сыграет слон f4 тогда конь e7 без качества да и мата вроде бы не будет тогда конь c6 побью там слон конечно у него плохой но смены фигур в принципе в пользу должны должны быть в пользу белых так здесь съем ладьей здесь ладья d8 черные походили опять возникает опор что делать дальше все пешка на 4 стоит неудачно здесь хорошо пока ничего страшного нет сыграю ферзь b3 и уйду из-под связки ну здесь ферзь e5 буду идти по этому варианту ладья c7 так ладья c7 но здесь я без качества остаюсь по прежнему хотя в принципе что могло поменяться да за это время давайте f3 сыграю пусть будет форточка по крайней мере да сон f4 но сон f4 это все таки без качества да сон f4 кон e7 так d5 так 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 стоп надо подумать то что в этой позиции вообще все что угодно может произойти cd конечно ход напрашивается но надо попить воды и подумать спонсор показа кстати минеральная вода из крана всем рекомендую кто хочет быть здоровым и сильным но если честно это обычная конечно вода но она выручает на самом деле сильно выручает потому что помогает по крайней мере переключиться хоть чуть-чуть хотя бы на пару секунд так здесь я съем наверное ладьей потому что после размин ладьей там пешка просто видимо проскочит так ладья c8 да урожает взятие и наверное тогда я пошел пешками здесь три пешки у меня связанные проходные думаю что может даже позиция не такая уж и плохая так слон b5 по крайней мере пусть он без рокировки пока останется ну конечно черные не меняются да естественно ну то есть это было глупо рассчитать что черные поменяются и все мне сами отдадут но я пока сыграю а стоп конь e5 конь e5 там f6 у него есть ход да хотя если я не сыграю конь e5 у него f6 все равно будет ход да что характерно хорошо конь e5 все таки пойду и на f6 наверное конь d7 придется сыграть так конь f5 сыграно если съел съел что дальше непонятно только я поди отдал на соответственно d4 давайте сыграю h4 может где-то h5 сдвину мне сейчас мне сейчас и сейчас двадцать шесть лет так g5 так g5 если съел допустим съел солнце 3 съел съел ну давайте этот вариант проверю f6 сыграно да все таки f6 сыграно здесь хорошо тогда конь d7 все таки сыграй и потом если что на b6 да ну хотя это вообще не факт что так нужно было играть ну ладно так а здесь черные похоже на победу катают кстати исключено что правильно делают если шах допустим так шах так и шахи кончились да хорошо если шах так шах так вернулся съел вроде там будет вечный шах но не знаю уже пытаюсь соскочить откровенно говоря давайте здесь тоже поставлю ловушку одноходовую раз такое дело да слон d4 сыграно и слон c3 так слон g6 есть есть мне смысл образовать себе защищенную проходную сыграть b5 если слон e8 съел съел туда ну хорошо защищенная проходная не в любом случае хотя стоп 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 что я вообще говорю или я все правильно говорю так 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 слон e8 конь b6 ладья b8 нет это меня не устраивает давайте с конь b6 начну а дальше буду думать может быть придется ладьи менять так король ушел хорошо съел пока качество дальше буду думать слон d1 ну особо выбора нет хорошо съел ладьей ничего не зеваю ладья же 8 да съедет черный ну хорошо давайте сыграть ладья на g1 размен ладьи не выгоден если что вторая ладья на е1 пойдет так слон d7 тем временем сыграно есть кстати ход e6 такой забавный хотя нет стоп e6 там даже где-то ладью съесть на b5 вообще кстати даю нет e6 пока точно рано давайте пусть он останется без рокировки а потом уже может e6 где-то и сыграю так ладья b8 черные походили здесь у меня есть идея какая-то где-то ферзей не ферзей вернее ладьи поменять и а8 с ним и попробую у меня там форточка в любом случае есть то есть крайне случае мата первого ряда нигде не получу Да, здесь все-таки Пался соперник в эту ловушку Одноходовую, да Хотя С его лишь качество выигрываю Но, тем не менее Так, а тут, да, тут времени маловато Поэтому буду ускоряться Пока поставлю шаг Дальше будет видно Ну и вот, да, мне, кстати, не дают здесь сыграть Допустим, ладья b1, как я хотел Приходится сделать что-то другое Допустим, уйду пока из-под боя Там посмотрим, как черные сыграют Тут король d7 Тут, в принципе, понятно, как черные сыграют Ладья В 7 есть ход Или нету Вроде есть Давайте с тем Пехотин, собака Маловато времени, конечно Поэтому приходится уже ускоряться И Не хочется, чтобы будет сайтнота В всех партиях Да, он нашел Тогда давайте подменяю Ладья Как-то так Так, а вот здесь уже соперник Меняет ладьи По крайней мере, предлагает Размен ладей Надо попить воды Так, король f1 Если сыграть пока Может быть там хотя бы темпик я выиграю Давайте пока буду вести короля Там где-то в будущем на e2 Возможно он выскочит Да, король f6 сыграно Естественно То есть черные бежали от шахов Но, наверное, если идея fb8 Все-таки где-то вечный шах поставить Там еще вопрос будет ли он Давайте тоже проверю Уже пусть на доске все это получится Не получится, не знаю Игра покажет Кстати, я лишь придумаю Что выиграно, кстати, в той позиции То, что у меня получилось Так C4 C4 тем временем сыграно То есть Надо куда-то уходить То есть fb4 Там, видимо, размен ферзей И пешка c побежала Причем очень быстро Видимо, fb7 почти обязан играть Уйти с темпом Давайте на ратак и сыграю Так Конь g3 Конь g3 Это уже какое-то веселье Пошло Я там что-то зеваю Может быть bg3 hg Что дальше? Непонятно пока Перзяж 5 Там матаж не будет Ладь h1 Может быть тогда Съел Перзяж 5 Ушел На g1 Ну конь g3 Не конь g5 Конь g3 Видел ход Но вроде бы Ничего особо не дает Черного У них маловато фигур Просто В игре Так И теперь Что теперь? Так Если сыграть Или пока так Не играть Может быть пока Короля вести То есть Если бы Короля не перевести На b6 Было бы вообще Все отлично Позиция была бы Легко выиграна И с другой стороны Могут ли этому Черные помешать? Давайте проверим Пошел я пока Королем Там видно будет Да Ферзь h5 Но ферзь h5 Здесь размен Ферзей просто Так Или что-то Есть более сильное Ладья g7 Так Король вшел Ладья h2 Король вшел Мат Нет Это не мат Но там есть Ход ферзи g1 Ну давайте Здесь все таки Лишняя фигура И Поменяю ферзей Дальше буду думать Ладья f8 Тем временем Сыграно Ладья g1 Да Король побежал У черных Ну тогда Наверное И мой побежал Да Да И я пошел Вперед пока Съел соперник На е4 Съем тоже Пока ладьей Давайте Глянем Может там тоже Есть комментарии Если нет То нет Выиграл у кого-нибудь В смысле в сеансе Ну не знаю Я не могу сказать Я не слежу здесь Потому что Много очень партий Осталось И видите Допустим Здесь у меня осталось 16 минут Поэтому Тут сами следите То есть вы можете Зайти в сеанс Как-нибудь Как-нибудь так Наверное Да Там открыть Посмотреть Возможно Уже какие-то партии Закончились Я не могу сказать А уже 5 Даже выиграл Ну Хорошо 16 минут сверху Кстати Это перебор Здесь пишут Ну Не скажите 16 минут сверху Перебор Это Хорошо Если не выиграете Сеанс А если я играю Сеанс Да Мне это не перебор Далеко Потому что У меня сейчас Например В этой партии Осталось Ну вы сами видите 15 минут Усчитывая Что еще идет Сколько там партий 5 Да Если не ошибаюсь И Ну как бы Вообще Это далеко не очевидно Что это перебор То есть Лучше пусть будет Больше времени Чем его будет меньше Я так считаю Все таки Сеанс То не для того Сделал Чтобы рубить Флаг А для того Чтобы Именно Потренироваться Чтобы вы могли Если хотите Если не хотите То Тогда не играйте Естественно Так Ладья Ф8 Сыграно Времени Тоже Здесь Не так уж И много 16 минут Осталось Угрожает Ферзь Б4 Угрожает Ферзь А4 Ферзь Стривер Не угрожает Ферзь А4 Так Как-то Меня это все Не очень радует Ладью То я напал Но ладья Ушла И Что дальше Ферзь Б4 По-прежнему Есть ход Не зря Оговорился Но После Взмена Ферзей Там Пешка Достаточно Быстро Может побежать Даже Она и побежит На самом-то деле Так Что делать Дальше Что делать Дальше Ладья С1 Становится В пассив Вот она А4 Пешка Теряется Все равно Неприятно Ну Пешка На С3 Конечно Более Важная С одной Стороны С другой Стороны Пешку А4 Отдавать Тоже Как-то Не очень Здорово Есть идея Какая-то Типа H5 Хотя Что H5 H5 Черный Не реагирует Съедем На С3 Так H5 Отбрасываю Бокоход Ферзь Б4 Давайте подумаем Ферзь Б4 Съел Съел Ладья С8 Король Ф1 С3 Король Е2 С2 Ладья С1 Конь Д4 Кроль Д3 Конь Б3 Ну как-то Это все Знаете Очень опасно Выглядит Если честно Так Может быть И будет другая Идея Ферзь Б4 Съел Съел Дядь С8 Б5 С3 Слон С6 Может быть Такая Будет Идея А хотя Стоп Там еще На Е5 У меня Пешка На 2 Ставит После Ферзь По 4 Правда Тогда На С4 Съем Я про Пешку Е5 Вообще Забыл Я вижу Две Эти Пешки Под Боем Про Пешку На Е5 Забыл Но Пешка Е5 Это На С4 Съем Это Не страшно Хорошо Здесь Пока Шаг Там Правда Ферзь Д7 Будет Ход Хорошо Ферзь Д7 Уйду Куда Нем Из-под Размена Меняться Естественно Не могу Ну В том Плане Что После Размена Проиграю Так Король Побежал У черных Только Не знаю Куда Он Побежал В 4 Что Будет Идея Да Можно Ж3 Сыграть И вообще Никуда Черных Не пустить Давайте Ж3 Как раз И сыграю В 4 Просто Съем Да Ферзь Д7 Сыграно Ну У черных Появилась Проходная То есть Понятно Что Ферзей Тременять Не буду Иначе Сразу Пройграно Но Проходная У черных Никуда Не денется Пока Здесь Съел Просто Так Разменялись Теперь Надо Подумать Конечно Обычно Это Вовремя Но Тем Не Менее Есть ли Здесь Вообще Хоть Какие-то Шансы На победу Хоть У одной Сторон Даже Так Скажу Есть Идея Ф4 Если Он Бьет Король Ф3 Съел На Ф4 Он Правда Сыграет Скорее Сего Ж4 Да Король Ф2 Съел Съел Король Ф7 Король Ж3 Король Ф6 Король Ф4 Король Ж6 Ход Все Не Кончится Случайно Прежневременно Можем С4 Сыграть Хотя нужно лимиться 4 Играть с такой стороны Не знаю, сложно очень окончание Вот здесь как раз не мешало бы подумать довольно много Но я не могу много времени палить Поэтому сыграю в 4 Возможно придется потом играть на ничью Уже так Да, h5 Кстати, думаю, что правильный ход за черных Среди h4 Так, а если h4 пойду сам Секундочку, h4 Король Куда там пойдет король Ну давайте проверять, куда пойдет король Так, тут пока поменялись Да, и король у черных вот здесь Понятно, куда пошел Король убегает И правильно делает, да? Так, ну хорошо Пешка пока сразу у него не идет Вот, это уже большой плюс Можно сыграть h4, чтобы где-то поле g5 отнять И в случае ферзь на g5 пошел И здесь тоже король пошел у него вперед Вот, везде короли бегут вперед И это не очень круто для меня Хотя Так, хотя тут нужно подумать Что я здесь хочу И что я хотел вообще, в принципе Давайте так скажу Нужно тут чуть конем поманеврировать Конь d6, допустим, ушел Ну, вернее, как, допустим, другого не видно Допустим, конь f7 после этого Все-таки опять я здесь не точно сыграл, конечно Интересно, что соперник, кстати, тоже не посмотрел Информацию Информации особо нет Вот я поставил все пешки по черным полям Да, и дальше что делать Сникает вопрос А ответа на него я не вижу А, кстати, знаете, еще какая идея Сыграть конь e7 пока Хотя стоп, конь e7, и что дальше? Да Дальше где-то, может быть, b5 даже И c6 Оставить его, отдавать Отдавать Получается Вот она Так, ну хорошо, давайте тоже переключусь Потому что это все, конечно, здорово Но тут пешка у черных побежала И сказать, что мне это нравится Я не могу К основной d4 Так Так Или съел-съел Так Или b5 даже Так Слун e4 Так Съел-съел b5 Так 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 Ну не знаю Тут не важно, что пешка не проскочила сразу Поэтому слун e4 пока сыграл Так Ну а здесь я, наверное, буду вырубать И пытаться организовать отдаленную проходную Шахматную литературу Ну я читаю шахматную литературу Да, естественно Ну Конечно, не всегда на это есть время Но если есть время То стараюсь это делать Читаю Кстати, разные книжки Вот То есть Ну что посоветую Смотря какой у вас уровень То есть это тоже Немаловажно, да То есть в принципе Таких универсальных книг-то нет Ну из тех, что мне нравится Это допустим Вы могли слышать Это книга Допустим Джона Нано Секреты практических шахмат Вот То, что мне, например, нравится Это Оно Так Сюда, сюда Д4 Потом же 3H4 Да, такая будет идея Ну посмотрим Так Здесь сидели И наверное нужно бы 5 сыграть Чтобы на c2 Ладья c1 И допустим Если ладья c4 Чтобы я мог По крайней мере Отдать на ферзьевом фланге Только одну пешку Не две сразу Поэтому пока бы 5 Ну плюс если идея Там опять b6 Там мы поехали дальше Ну поехали дальше Куда? Я имею ввиду Поехали дальше В том плане, что Мы Или как мы Да Я Буду Отдавать пешку b За пешку c Так Опять Сыграно Ферзь e5 Король e7 Ферзь c7 Король f8 Ферзь c5 Король e7 Ферзь c7 Король e8 Ферзь d6 Король e8 Да Там будет ход Неприятный достаточно Тут можно кстати Не соскочить уже Я тут искал Вечный шаг Искал Искал И Не факт, что Сейчас найду его Так Еще раз Ферзь e5 Король e7 Ферзь c7 Король f8 Ферзь d8 Король g7 Он убежал Какой король там Кстати получается Юркий, да У черных А может быть Сыграть g4 С идеей g5 Может быть Еще как-то Повеселее g4 Если ферзь b1 Король h2 Ну давайте g4 Наверное нужно Как-то пешки Толкать Иначе Я просто там Вечного шага Не сделаю Тоже пора Соскакивать Так Да Здесь сыграно Слон Все-таки Вообще не факт Вообще не факт Что я правильно Это все Прочитал То есть С4 С6 Допустим Он играет Слон e6 Он не бьет Сразу После c7 b4 Конь d5 b3 А хотя В принципе Тоже Возможный Вариант Может быть Конь d5 Сыграть сразу А потом Брать коня Куда-нибудь На b4 И d5 c6 И пешки Побежали Наверное так и сыграли У него там есть идея Конечно С g5 Связан Но g5 Сразу не работает Приходится Менять резко Планы Ну так бывает Так Хорошо Хорошо А4 Сыграли Черные Ну что g5 Может быть Все-таки Толкнуть g5 Король g7 Ферзь e5 Король f8 Ну там уже Пешка на g5 Все-таки Создает черные Упределенные Проблемы Может и не Создает Да Ну хорошо g5 сыграю Но без g5 Тут обойтись Довольно трудно Так Король g6 Хорошо Еще раз Проверяю ход h4 h4 Съел А h4 Съел Я тоже Король f5 Король f4 Так 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 Не Ну у меня Это там Идея будет Простая Это прибежать И съесть Пешку На c7 Кстати Я по идее Это все Сделаю h4 Наверное Ход хороший Так Соперник Покинул игру Ну хорошо Если покинул Тогда объявить Проигравшему Но позиция здесь По идее Проигранная То есть Я играю Конь b6 Потом c6 d5 Ну хорошо Сколько у нас Партии осталось Одна партия Да Предлагает Ничью Ну что Давайте Тогда Хорошо Уже Тут Позиция Ничейная Я думаю То есть Идея Простая У меня Это Съесть Пешку На c2 А у черных Съесть Одну Из этих Двух Пешек То есть Допустим Там Если Король f1 И конечно Не успею Съесть Пешку Цей Защитить Свои Пешки То есть Черные Как минимум Ладья c4 Сыграют И пешку На 4 Смогут Съесть Ну либо У меня есть Идея Сыграть Да А5 Такой Какой-нибудь Ход Сделать Допустим Ладья e5 b6 Разменялись На b6 Ладья b5 Ну Хорошо Ладно Здесь Давайте Ничью Сделаем Дольнее Как сделаем А то на самом Деле Там и есть И Осталось Вот эта Партия Чуть ли не Последняя Кстати Партия Может быть Даже есть Последняя Вот тут Нужно Собрать Мозги в кучу И что-нибудь Придумать Так Верзь e5 Король f8 А Хотя Стоп Король f8 Да Чего Я за него Решаю Что он уходит На f8 Если на g8 Есть Кстати Знаете Еще какая Идея Есть идея Сыграть Верзь На d8 Так Ну Ферзь d8 Что он Не дает Обще А есть Идея Сыграть Король g2 a3 Допустим Хотя Он опять же Таки А3 Не обязан Играть Но если А3 Там Вроде Будет Вечный Шаг Или Не Будет Так Король g2 a3 f7 a2 f6 d8 f8 Что-то Как-то Хочется Сдаться В той Позиции Да Наиграл Здесь Конечно А если Сразу Ставить Шаги f5 g8 f7 f7 И все Да Как Король Там Хорошо Спрятался То есть Как бы Не видно Что делать Дальше Так Ну а если Ферзь e7 А3 У него Хода Нет Ну да Тут Как-то Тяжело Так Что Еще Есть Партии Да А вот Еще Есть Одна Партия Вот Эта Да А Да Это Конечно Забавно Но я Думал Что Здесь Черные Обязаны Меняться На H4 Они Там Меняться Не Обязаны И Что Дальше Дальше Что Непонятно Есть Ход А3 Выжидательный Ход Давайте Так И Сыграю Тоже Сложная Там Позиция А Так Стоп Почему Перекидывает А Видимо В той Партии Соперник Думает Так Плюс Плюс 60 Минут Это Много Но Это Немного Совсем Учитывая Что Десять Досок То Это Совсем Немного Учитывая Что Хоть Что Я пытаюсь Комментировать Сколько Получается Это Другой Вопрос Но По По Крайне Мере Это Отвлекает И Занимает Время Так Ну Здесь Ски Сход И У Черных А3 Просто Съем Что Нибудь Типа Ферзи В5 Или Ферзи 4 Ну Наверное Так Он И Сыграет Так В этой Партии Черные Походили И Уже У меня Есть Выбор Либо Д4 Либо HG Других Ходов Я не Вижу HG Мне Нравится Больше То есть Идея Какая Поиграть На Сукцванг Хотя Д4 Если Я Сразу Сыграю Он Допустим Пойдет Кроль H5 Вынуждает Сыграть HG И После Кроль H5 Уже Сукцванг У меня Приходится Отступать Назад Там Как бы Не Проиграть Еще Потом Вначале HG Он Съедает Естественно Играю D4 Он Отходит Назад Кроль H4 Правда Все равно Очень похоже На Ничего Если Честно Честно Говоря Ну Хорошо HG Побил Пока Ферзи F5 Да Тут Соперник Играет Достаточно Сильно Причем Ферзи F5 Тильнее Чем Ферзи 4 После Ферзи 4 Там Король HG 3 Например Ну Хотя В общем То Тоже Возможный Вариант Ферзи 4 Шаг Потом Допустим Ферзь На F5 Идет Так Ну Здесь Возникает Вопрос Как Не Играть То Черные Хотят Что Сделать Нужно С этого Начинать Если Я Играю Кстати Как Я Играю Еще Вопрос Хорошо Если Я Играю Король G3 Может Быть У Черных Будет Такой Мини Цукцванг Король G3 Если Он Играет А3 Съел Пешку В Ферзи 4 Вечный Шаг Наверное Король G3 Да Тоже Это Все Не Очевидно Но Пусть Будет Так Да Он Съел А теперь D4 Состав Него Вернуться Назад Две Партии У нас Осталось Тем Временем Вот Но Сложные Партии То Тут В Этой Партии Вроде Б Не Рискую Проиграть Хотя Тоже Там Нужно Проверять Второй Партии Проиграть Естественно Рискую То Что Без Спешки У Мне Еще Вода Осталась Поэтому Сегодня Так Плохо Вопросов Нету Опять Же Так Ну Хорошо Нет Так Нету Видите Сами То Получился Такой Спонтанный Стрим Немножко Их Полгода Уже Не Было И Уже Многие Забыли Что Провожу Стримы Может Кто-то Про Мой Канал Забыл В Принципе Это Тоже Нормально Вот В этом Желающих Не так Много То есть Десять Человек Пока Набралось Мы ждали Там С вами Минут Десять Вместе Да И Аж Шесть Тем Временем Сыграно Хорошо Возвращаясь Тогда В эту Партию То Аж Шесть Хороший Ход Идея Такая Что Опять У меня По сути Цукцванг То Нет Полезных Ходов Да Так А черные Тем Времени Кстати Хотят Сыграть Сейчас пропускаю Ход Условно Говорят То есть Допустим Сделал Не знаю Там Сальто Ферзем Ход Пропустил Черные Грают Аж С идеей Ферзи Четыре Там Конечно Будет Ход Ф3 Но Сальто Ферзем Я тоже Не смогу Сделать К сожалению А если Я побью На А6 Он Тоже Съест И Дальше Допустим Ферзь Ф8 Король H7 И Например Будет Ход Ф4 Да Еще раз ЖА Король Х6 Видимо Нужно Ферзь Ф8 Король Х7 Тем Более Ф4 И Если А3 Просто Съел На А3 Тоже Тоже Кстати Там Вообще Не Ясно Чью Это Пользу Ну Давайте Проверять Проверять Я Просто Если Не Заберу То Видимо Совсем Будет Тяжело И Времени Маловато Там Осталось Три Минуты Так Ну Здесь Он Отступил Назад Когда Это Все Очень Стильно Смахивает На Ничью У Него Кстати Оппозиции Запасных Темпов У Меня Здесь Нет Можно Сыграть Кроли Ф4 Либо Ж4 Допустим Ж4 Он Сыграет Кроль Ж5 Правда Да И Вынудит Меня Съесть Еще И Там Проиграть Можно Ну И Кстати Там Проигрыш Уже Вырисовывается Хорошо Есть и Король Ф4 Король Ф6 Естественно Ж4 Видимо Обязан Съел Съел И Оппозиция У черных Так Так Нет Ж4 Все Так Король Ж5 Не Будет Съедать Опять К нам Вариант Возвращается Но Явно Для Меня Аж Плохой Поэтому Что Делать Ну Хорошо Если Выигрыша Нет Не Хватает Запасного Темпа Одного Хотя Там Кстати Говорят Тоже Не факт Что Выигрыш На самом деле Король Там Все Не Проходит Пешка Д6 Все Держит То есть Представить Что Такая Позиция Король А4 Ну Хорошо Давайте Пока Сыграю Потом Расскажу Там У меня В другой Партии Времени Мало Поэтому Сейчас Вернемся Я Скажу По Этой Позиции А Мы Кстати Никуда Не Хорошо Тогда Пока Ф4 Играю Но Тут Азукс Ванг Играю Так Вот Что Я хочу Сказать Что Если В этой Позиции Даже После Размена Был Б Мой Ход Вот Вот В этой Позиции Представить Что Был 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 Мой Ход Вот Допустим Он Играет Король Ж6 Вернее Вот В этой Позиции Ход Черных Черных Играет Король Ж6 Король Ф6 Вот Король Ж5 Там Король Ф5 И черные Уже Сами Могут Выиграть Но Видимо Короче Здесь Ничья Так В той Партии Там Не факт Здесь Здесь Видимо Сейчас Будет Повторение Позиции Да Уже Тройкратное Было Нет Нет Еще Не было Тройкратного Повторения Хорошо Давайте Предложим Ничью Возможно Ускорит Процесс Потому Что В той Партии Мне Еще Предстоит Борьба Тут Слово Грибы Не Видно Потому Что Черных Ходов Пешками Нет Нормальных На С5 И С6 Я Седаю ДС Пешкой Д5 Я имею Ввиду Бью И Черные Проигрывают В любом Случае Ну В Б4 Просто С Б Тоже Черные Без Пешки Проигрывают Поэтому Как-то Так Пока Не Соглашается Не Знаю Пытается Может Болиант Крови H5 Посчитать Но Крови H5 Короли H5 Там Мне Пешки Совсем Ж Первый Прибегу По Идея Крови H5 Короли H5 Короли H4 Король D7 Король Допустим G4 Король Вернее Е6 Там Король D7 Потом Нет Тут Я явно Буду Быстрее То есть Думаю Что Король H5 Это Просто Проиграет Король F6 Он Обязан Ходить Тогда Будет Ничья Вот В этой Позиции Меня Интересует Что Будет Дальше Потому Что У Черных Вроде Как Цукцванг Небольшой Ну Вечная Шахта В любом Случа Не Могут Допустим Сыграть F6 И там Я Играю F7 F8 Но Ход F6 Не Обязательный Я Смотрю На Эту Позицию Там Внизу Мелкая Диаграмма Так Ну Тут Неужели Там Не Тройкратного Повторения До Сих Пор Есть Тройкратный Хорошо Тогда Объявляю Ничью Все 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 Хочется Хочется К Этой Партии Вернуться Последняя Партия Осталась Давайте Тут Подумаю То Есть F6 Вечный Шаг Там Точно Есть Если F6 Он Играет Если Ферзь F6 Он Играет Вот Там Возможны Варианты Так Ферзь F6 Допустим Ферзь A8 Есть Какой-то Ход И Пешка Подвисает Блокинивающаясь Когда E5 G5 Видимо Просто Я съем Ну Там Надо Правда Думать Чем Съедать Но Как-то Это Слишком Оптимистично Такое Вряд ли Будет Работать Ну Сложная Позиция Вот Эту позицию Потом Явно Посмотрю С компьютером Еще Эту партию В принципе Интересно Ее разобрать Хорошо Давайте Пока Еще Разкрою Чат Чат Да В чате Тут Целых Два Человека Да Тем не менее Художественную Тоже Читаю Да Мне Нравится В принципе Детективы Агата Кристи Например Конан Дойль Ну Агата Кристи И группа Мне тоже Нравится Последнее Время Много Слушаю Вот Ну А еще Нравится Допустим Та же Классика То есть Допустим Из классики Прежде всего Приходит В голову Достоевский Вот Поэтому Могу Его тоже Отметить Например Но Например Кстати Вот из классики Если говорить Про Льва Толстого Вот Ту же Войну И мир Честно скажу Я не читал Хотя Это считается Одним из Лучших Поисведений Литературе Русской Но Войну И мир Не читал У нас В школе Ее не было По программе Поэтому Как-то Она прошла Немо меня А потом Уже Когда самостоятельно Нужно было Учить Я Так сказать Ну И то Чтобы забил Да Но Хотел бы Расскать Что я забил Потому что Я Не изучал Так Хорошо Вернемся К партии То есть Ферзи в 6 То есть Все-таки Черные Нуждают Мне что-то Здесь сделать Более-менее Активные Но Ферзи в 8 Ход Который Я раньше Смотрел Мне не так Уже нравится Потому что После А хотя Стоп Ферзи в 7 Не защищает Пешку Я уже Тоже Так Начинаю Зевать Потихоньку Хорошо Если Ферзи в 8 Он не может Укрепить Пешку Как он Тогда Сыграет Если Ферзи в 5 Съел Например Ферзь Е4 Королев 2 Или Ферзи 3 Королев 2 Хотя Ферзь Д3 Там будет Идея Неплохая Ну Знаете Есть какая Идея То есть Есть идея Сыграть Ферзи в 8 Если Допустим Черные Ходят Ферзи в 5 И даже Просто Вернуться На Ф8 Такая Стратегия Ну Не знаю Как Трусливая Не трусливая Но По крайней мере Надежная Буду играть Надежно Как Сергей Корякин Тоже Мне не хочется Проигрывать Почему бы и нет В принципе Я говорил Что Корякин Играет Ну Скажем так Слишком осторожно Да Но С другой стороны Опять же Таки То есть Хорошая Та стратегия Которая Дает результат Тем более Если ты играешь Матч Со званием Чемпиона мира По шахматам Да То есть Можно играть Там В стиле Не знаю Там Михаила Таля Молодого Да Который Жертвовал фигуры Направо и налево Но Не факт Что это Пройдет Против Карсона Который Тоже В общем-то Неплохой Защитник Может 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 Все Все Фигуры Съесть И Выиграть Поэтому Как-то Так Ну Здесь Должна Быть Ничья Хотя По По Живому Видим То есть Какие Схот У черных Либо А3 Ну А3 Просто Скидывает Пешку И мало Что Дает Есть Ход Да Вот Ферзь А4 Тогда Ферзь Д3 Там Двойной Ударщик Такой Все Таки Проблемы Остаются Определенные То есть На короле Ф3 Там Ферзь Ц3 Какой-то Заезд Все Таким Лучше Играть По Черным Полям Думаю Чтобы Как-то Все Это Контролировать То есть Теперь На Ферзь Д3 Либо Ферзь И4 Я На Ф7 Съедаю Но Если От И Тогда После Ферзь За3 Уже Пешка Ц3 Будет Защищена И тут Ферзь По Черным Полям Именно Продолжает Работать То есть Какая-то Такая Идея Но У Черных Есть Это Скидка Пешки То есть Хода 3 У них Есть Не факт Что Он Очень Сильный Но По Крайне Мере Такой Шанс На Победу Возможный Ну Тем Временем Стрим Уже Больше Двух Часов Уйдет Уже Чуть Подустал Но Давненько Их Не проводил Эти стримы Поэтому Тоже Это Сказывается А3 Сыграно Да И Ферзь Д3 Тоже Сыграно Черные Тоже Это Все Нашли И Теперь Предстоит Мне Все Равно Видимо Игра Достаточно Аккуратная Чтоб Не Потерять Ничего Здесь Сразу Ну Как Играть Здесь Королев 2 Ферзь Два Допустим Королев 3 Ну Хорошо Королев 2 Видимо Сыграть Нужно Пешку Пока Не отдавать Другое Игры Да И Король Ж7 Тоже Правильный Ход Чтобы Не Было Допустим Не Идея Ферзи Ф8 И Опять же Этого Вечного Шаха Я Как Раз Тоже Ход Король Ж7 Смотрел За Черных И Сейчас Допустим Мне Играть Ферзь Е7 Нет Смысла Потому Что Просто Черные Сидят На С3 И Все Вечного Шаха Никакого Нет Что Мне Имеет Смысл Делать Могу Я Сыграть Ферзь Д6 Д6 Ферзь С3 Ферзь Е5 Но Хотя Я Зачем Так Делать Хорошо Пока Укрепил Пешку Просто Продолжаю Ее Защищать Слабости Многовато У меня Это Целых Три Слабости С3 Е3 Аж Четыре У Черных Одна Потенциальная Слабость Пешка Е7 Которая Защищена Кородем То есть Она Не теряется В любом Случае Так И Шаг Шаг Последовал Хорошо Ушел Пока То есть Идея Такая Чтоб На Ферзь Е4 Я Сыграл Король В2 Вроде Держусь Здесь Правда У черных Другие Возможности Атаковать Ферзь Д1 Например Так Ферзь H4 Не знаю Тяжело Уже Надо Пить воды Может Действительно Стоило Брать Не воду А Минимум Сок Было Было Интереснее Ферзя 3 Защитой 1 2 Горизонтали Тут Смотря В какой Момент Поэтому Ферзя 3 Сложно Сказать Ферзя 3 Я Сыграл Уже Как раз Съел Пешку Но Я тут Не знаю Просто Как Если Баснина Защищаться То Черный Королем Пробегут Куда Нибудь Вперед У Них Все Такая Идея Кстати Есть И Не Факт Вообще Что Это Будет Нормально Сейчас Кстати Нужно Подумать Куда Уходить Куда Королем То Уходить Так Ну Пешка Е3 Здесь Более Важная Чем Пешка H4 Поэтому Лучше Пешку Е3 Пока Держать Под Защитой Кстати Вот И не Зря Сделал Еще И Плюс 30 Секунд На Ход Чтобы Можно Было Подумать Вот Здесь В Конце Веншпиля Чтобы У нас Было Время По Сути Мы Сейчас Играем Как Карсон И Горякин Да Допустим У нас Уже Прошли Все Добавления Осталось Только 30 Секунд На Ход Которые Были Изначально Так Ну Если Допустим Король Ф6 Допустим 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 Шах Нет Ферзь Б3 Он сыграл Примерно Тоже Самой Идеи Ну То Семья Как Здесь Вроде Пока Не Идет Вперед Но У него Есть Идея Отвесть Пешку Но У меня С Я Не Могу Там Просто Пешка А Цепь Или Пешка Б Уже Пройдет Есть Идея Ферзь Д6 Ферзь С3 Ферзь Е5 Будет И там Вечный Шах Не Факт Кстати Вообще Не Факт Абсолютно Я могу Просто Без Пехотинца Остаться Своего Давайте Пока Пешку Буду Держать Как То Так У Черных Король Стоит Очень Хорошо То То Ему Вообще Никак Не Подберешься Если он Вперед Не Вылазит То Не Совсем Понятно Что Я Вообще Буду Делать То Тоже Где-то Субц Возможно Все Так У меня Не Так Много Полей С Которых Я Могу Пешку На С3 Контролировать Ждем Где-то При случае Ходы Могут Закончиться Ну Правда Что Что У Черных Если Будет Хода В 5 То Хотя Б Появится У Шах И Другое Дело Если Допустим Все-таки Хода В 5 Посмотреть Ф5 Ф7 Король А6 Правда Роди Ничего Страшного Ничего Там Страшного Не вижу За себя Нет Там Нормальная Будет Позиция Да Ферзь Х2 Ферзь Х2 Сыграно Напал На Пешку Если Ферзь Д8 Д8 Так Шах Наш Три Король Ф2 Ну Хорошо Пешку Х4 Все-но Пока Не Нужно Отдавать Потом Ферзь Д8 Все-таки Сыграет Хотя Пешка Ц3 Тоже Важная Но Если Шах Она Не Съедается Вроде Либо Нас Шах Не Съедается То Пока Держусь И Прогресса Вроде У Черных Нет Сейчас Тоже Чувствую Вся В каком-то Плане Карякин Пытается Пытаюсь Спасти Тяжелое Окончание Но Посмотрим Кстати Уже Про этот Матч Пошли Там Шутки Да Что Следующая Ничья Состоится Завтра В их Матче Но Посмотрим Еще Про ничью Это Слишком Так Сказать Преждевременные Выводы Потому Что Еще Не факт Что Будет У них Ничья Сейчас Я могу Сыграть H5 Тем Временем И Нажаж Ферзь G5 И Вечный Шах Воспользуюсь Тем Что Черных Нет Шаха То То Сможно Черных Был ход Ферзь С2 Посильнее Там Правда Ферзь С2 Допустим Я На Опять Б Вернулся Тоже Не факт Что Это Что Нибудь Черным Дало Бы А Хотя Стоп СH5 Ферзь Р2 Но Хотя Ферзь Р2 Я Просто На Ж6 Поменяюсь Это Явно Не на Руку По крайней Мир Хоть Крой У него Откроется Все Таки Уже Похоже На Ничью Ну После Жаж Она Жаж Не играть У меня 6 Есть Даже Идея Ну Я Ж Тоже Должен Устоять Ты Кстати Стоудом Представляю Что Я Комментировал Этот Матч Даже Сейчас Прошло Больше Двух Часов Я Смотрю 2 Там 17 Примерно Идет Стрим И Честно Говоря Уже Подустал Я Очень Сильный Плюс У нас Довольно Быстрый Такой Формат Есть Динамика Представьте Допустим Матчи Карсона И Коряки На полчаса Задумается Один Из Игроков И Что Я Буду Делать В Более 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 Скажем Так Осязаем Но Посмотрим Ну А6 Дело В том Что Он Б Сограл Король А7 Например А Хотя А6 Король А7 И Ферзи В 8 Был Момент Там Я Уже Мог На победу Поиграть Хотя У черных Вечный Шаг Тоже В любом Случай Найдется Путем Ферзи 4 Ферзи 2 И так Далее Сейчас Давайте Не знаю Покажу Или нет Нет Показать Не могу То есть Можно Представить Что А6 Но Король А6 Нельзя Это Ферзи 8 Мата Если Король 7 Ферзи Вплоть 7 Но Там Просто Ферзи 4 И Ферзи 2 Правда Ферзи 2 Король Ж 3 Может Я мог Выиграть А6 Община Выигрывала Сейчас Так Смотрю Ладно Бокс Уже Уже Как сыграно Так Сыграно Вот Видите В чем Минус Сушил Всю Партию В итоге Минус Это От Сушки Как Говорится Налицо Так Ну Пешку Я Обязан На литве Держать Потом Пока Так Сыграл Все Так Я Аж 6 И Думаю Что Вообще Там Мог На Победу Все Так Поиграть Я Что Там Боялся Что Пешка Потеряется А Там Просто Не Потеряется Там Может Принести Победу Ну Ладно Уже Бог С Нем Момент Заигран Да Сыграна Ферзи 6 Тем Ременем Так Ну Хорошо Что Черные Хотят Рц2 Е7 Там Будет Вечный Шах Можно Король Ф3 Сыграть Ну У меня Осталась Слабость На Ц3 На Е3 Тоже Такая Слабенькая Пешка Но Там Не факт Что Это Скажется Хорошо Все Король Ф3 Ферзи 4 Король Е2 Ферзи 2 Король Куда Там Ф3 Съел На Ц3 И Вечный Шах Все Таки Поставлю Как-то Я тоже Тут Сильно Пытаюсь Отсушить Наверное Не стоит Так Делать Отход А6 Явно Я упустил На 56 Ходу Был Этот Момент А6 Король А7 Ферзь Ф8 Ну Хорошо Опять же Таки Что возвращаться Все время В один и тот же Момент Сюда Сыграл То есть Чтобы на ней 2 Ферзь не залез Ферзь Там Крайдаш Вытеснить Так просто Не получится Давайте еще раз Гляну Пока Может быть Есть Комментарии Комментариев Пока Нету Ну Я еще Тоже Кстати Смотрю Что Сейчас Многие Трансляции Делают Именно На Ютубе Нужно Будет Разобраться И Можно Действительно Сделать Трансляцию Именно На Ютубе В будущем Чтобы Было Просто Больше Зрителей И Там Комментарии Проще Писать Потому Что Не Нужно Специально На Ну Комментарии Комментарии Съели На Ж5 Съели На Ж5 Король Ж6 Король Ж4 Вот это Уже Кстати Похоже На Ничью Так Еще раз Король В3 Ферже 5 В Ж Ну Если В6 Там Просто Разменялись Король В4 Там Только Черные Могут Проиграть А Если Король Ж6 Король Ж4 Король Ж7 Допустим Король Лев 4 Король Ж4 Король Ж6 Уже Король Ж4 Уже Заговариваюсь Немножко Сам Не совсем Понял Что Сказал Немножко Запутался В этих Вариантах Ну Хорошо Король В3 По виду Есть Такой Ход Значит Съели Съели Король Ж6 Король Ж4 Ф6 Допустим Разменялись Если Ф5 Съел На проходе Если Король Ж7 Король Ж7 Король Ж Нет Не Король Ж Сейчас Стоп Король Ж7 Король Подумаю Куда Посмотрим Возможно Кстати После Размена Нужно Будет Сыграть Король Ф4 Или Кровь Сжечь 4 Да Непростая Позиция Кстати Говоря Но Пешечник Будет Интересный Если он Возникнет Если он Не Возникнет По идее Будет Ничья Вода Уже Постепенно Заканчивается У меня Конечно Очень важная Информация Понимаю Время Партии Но Тем не Менее Так Ну какие У него есть Еще ХД Ф6 Например Король Ф8 Либо H7 Король Ф8 Вообще Не страшно Там Швер Д8 Точно Можно Будет Сыграть Д Феж 6 Тоже Неплохо Король H7 Нужно Будет Взять Посмотреть Хотя Я не Уверен Что Сильный Ход За Король Ф6 То есть Король Ж6 Потом Король Ф6 Вернее Такая Идея Ну Посмотрим Ничейные Тенденции Здесь Большие Но В Пешечной Меншпиле Там Вообще То Есть Риск На Самом деле Ну Рис Оба Цвета Вот Вот Ф5 Но Ф5 Это Уже Черные Так Можно Сказать Что Сушат Потому Что Теперь Прорывов Не Будет Ни У Черных Ни У Белых Ну Что Похоже На Ничью Допустим Ф6 Король Ж6 Король Ж3 Король Ж5 Король Ж3 Король Ж6 Король Ж4 Король Ж6 Король Ж3 Король Ж5 Король Ж3 И так Далее Быстро Говорил Но Вариант Элементарный Но Обходить Вот так Вот Вокруг Это Просто Черные Си Не Могут Позволить Как и Белые Тоже Потому Что Там Просто Потеряется Пешка Е3 У Белых Либо Е6 У Черных И Можно Будет Сдаться Поэтому ФЕ Просто И Как бы На этом Все Закончится На Е4 Черные Сыграют Тоже ФЕ И Там Уже Пора Будет Сдаваться Но Эш Говорит Это Вход Слишком Уж Долгий Это Не Можете Просто Работать То есть Такой Круг Себе Черные Не Могут Возводить Ну Как и Белые Собственно Говорят Тоже То есть Тут Все Подходит Мучья Да Заткнулся Конечно Немножко У нас Стрим Но В принципе С другой Стороны Зато У нас Все Партии Вышли Достаточно Скажем Так Продуктивными И Не Было Ни Одной Рубки Флага Что Тоже Хорошо А Вот Здесь Пишут Человек Что Был Выкинут Из игры Потому Что Смотрел Другие Партии Это Было Я Даже Скажу Где Я Знаю Это Про Партию Это Про Партию Где Вот Здесь Мы Играли Ходем Путин Слона Был В Эншипеде Ну Там Все Было Програно Ну Видимо Такая Особенность Сайта Лечес Это Уже Скажем Так Не Мои Причуды Ну Что Ж Бывает И Такое Ну Хорошо Тогда Вопросов Понимаю Больше Нет Тогда Спасибо Всем За Игру Видите Людей Было У нас Не Очень Много Но Зато Набралось 10 Человек Все Кто Хотел Сыграть Те Сыграли Ну Кто Увидел Опять Что Будет Сегодня Стрим Поэтому Тогда Я Выложу Видео На Ютуб И В следующий Раз Будут Стримы Возможно Я Скажу Заранее Об Этому Может Быть Как Нем Действительно И Все Так Чуть Сделаю Трансляции Карсон Каяки Но Не Хочу Обещать Потому Что Действительно Транслировать Партию 5 часов Подряд Это Выше Моих Сил Плюс Ко Всему Будут Большие Паузы Особенно Там В середине Игры Полчаса Заполнять Эфир С собой Пока Соперники Думают Я считаю Что Не Совсем Правильно Но По матчу Карсон Каряки Думаю Что Еще Какая Информация Будет От меня В любом Случае На Том Канале Крест Бук На Канале Сергея Шипова Всегда Можете Посмотреть Обзоры В принципе Я Ну Что Тогда Спасибо Всем За Игру В Следующий Раз Тоже Планирую Не Сильно Откладывать Стримы То Сделать Его Ближайший Стрим Возможно Еще Даже В ноябре Получится Но Посмотрим Там По Времени То Это Еще Обещать Не Буду Главное Чтобы У Вас Тоже Интерес Чтобы Это Было Не Только На Моем Голом Энтузиазме Чтобы Людям Тоже Этого Хотелось Ну Что Тогда Всем Еще Раз Спасибо И До Скорых Встреч Уже В Новых Видео Либо В Новых Стримах Всем Счастливо